Приветствую вас, друзья! Салам алейкум, дустон! Всем, кто на моем канале, у нас сегодня настоящий эксклюзив интервью с Лойком Раджабовым. Лойк, поздравляю вас с подписанием контракта с UFC. Вы долго к этому шли, потратили много сил, много энергии, были настойчивы и пришли к этому моменту. Поздравляю вас с подписанием. Ну а теперь давайте к вопросам. Лойк, скажите, пожалуйста, какие эмоции вы испытываете перед первым своим поединком в UFC? Какие ваши чувства? У меня обычные такие отношения, ощущения, короче, то, что я стал бойцом UFC. Для меня, если честно, было бы идеально, если бы у них регламент был бы как UFC. Но так как у них по-другому, и UFC тоже мотивирует, честно, из-за того, что он считается одним из лучших в мире. Не одним из лучших, это первая организация в мире, которая не имеет в себе конкурента, и здесь самые лучшие бойцы. И поэтому я тоже хотел участвовать здесь и узнать, насколько я хороший среди хороших спортсменов. Вот я здесь, и я скоро покажу и докажу, что я тоже являюсь одним из лучших в мире. Как вы оцениваете своего первого оппонента в UFC и свои шансы на победу? Я своего оппонента, Эстебана, ну, знаю, мы вместе тренировались в одном зале, но редко пересекались. Я думаю, один раз или два раза я с ним работал, но я знал его как ударника. А так, и удар у меня тоже хороший, я думаю, я не выступлю в ударнике, и тем более в борьбе. Я не знаю, в бою покажу, короче, в бой покажет, какой стиль я буду предпринимать. Как вы поддерживаете свою мотивацию и настроение во время весогонки? Так как я сам профессионал, уже давно занимаюсь этим, поэтому я больше всего дисциплинирован. Поэтому я думаю, дисциплина это лучше, чем мотивация. Я знаю, что к чему и как надо подходить ко всему. Поэтому я всегда мотивирую, что это моя работа, и я должен вот так, вот так, вот так делать, короче. Поэтому я, можно сказать, дисциплинирование, да, я подхожу более профессионалом. Лойк, что вы считаете своим главным достижением в карьере? И какие цели вы бы хотели достичь еще в будущем? Что я считаю большим достижением в своей карьере, я думаю, это то, что я прошел почти в одиночку. Ну, были рядом со мной люди, там, так далее, помогали. Но в основной путь я прошел в одиночку. Я думаю, вот это самое большое достижение. А так, у меня еще есть цели, чтобы показать себя в лучших организациях мира, что я не зря столько моментов тренировался, и не зря столько людей во мне верят. Я думаю, я скоро покажу и докажу всем, что я неспроста здесь. Как вы думаете, какие страны сейчас являются лидерами в ММА? И от каких стран стоит ожидать прорыва в ближайшем будущем? Я думаю, Америка в первом месте, потому что эта организация находится в Америке, и еще в основной аудитории это американцы. И вот, я думаю, в первом месте американцы, во втором месте это бразильцы, потом Россия и так далее. Я думаю, я не знаю, если бы были бы, допустим, наши страны, и тоже были бы абоненты, которые покупали бы пей-пер-вью, то наши бойцов бы тоже много стали бы здесь. И потом ситуация по-другому была бы сейчас. То, что американцы, они сами покупают большинство пей-пер-вью, и за это большинство бойцов, американцы, у них шансов больше, как всегда. Лойк, какие советы вы бы дали начинающим бойцам, которые вот только начинают свой путь в ММА? Большинство начинающих бойцовской карьеры, молодежи, они сразу рассчитываются на что-то большее, думают, что сразу люди должны им что-то, или какой-то там, не знаю, там, спонсора и что-то и так далее. Но пока ты в этом пути, ты должен знать, что всегда будут трудности, и всегда в начале карьеры ты почти всегда, в основном, ты будешь двигаться сам, поэтому надо делать собр, терпение, и дальше идти не бросать, и идти до конца. И на половине пути потом ты уже почувствуешь облегчение, и дальше идёт как по маслу. Я уверен, что вы будете представлять свою команду, свою страну с честью и с достоинством. Ваш труд и ваше упорство привели вас к этому замечательному моменту. Я желаю вам от души победы. Мы всем сердцем будем за вас переживать, вас поддерживать. Впереди, друзья, у нас ещё много интересного контента, интересных интервью. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий под этим видео. Лойку желаем победы, и увидимся совсем скоро.